Вы когда-нибудь пробовали сушить мокрое белье в Арктике ночью при температуре в минус 60 градусов? Мне кажется, белье тоже было бы не в восторге. Я не имею ничего против наличия снега у него дома. Он же Дед Мороз, и он должен постоянно ходиться в холоде, но тогда зачем ему в избе печка? Предполагаю, чтобы готовить еду, но, во-первых, чем он топит? Арктика не особо богата древесиной. А во-вторых, не думаю, что волшебный персонаж из русского фольклора, который с мешком на горбу за один день проходит тысяч километров, нуждается в еде. И если Дед Мороз делает все игрушки сам, то тогда где он берет для них материал? Фигурка крашена? Фигурка не крашена. Дед Мороз красит фигурку кисточкой, как заливка из пейнта. Есть снежинка? Нет снежинки. Мою шубу чуть моль не съела. Моль! Зимой! В Арктике! Дед Мороз бросает лис на пол и не в урну. Зачем он потушил свет? Чтобы Дед Мороз начал с грохотом спотыкаться в темноте, конечно же. Много ли в мире дремучих лесов? И как Дед Мороз определит, в какой конкретно из этих лесов ему надо? Клишированные медведя зовут Михаил Потапович. А еще у него фамилия расистская. На фоне не хватает луны и звезд. Котобус для бедных. Клишированные кролики и зайцы любят морковь. Ну чего стучишь-то? Разве не видишь, что написано? Нет, не видит. Потому что он подошел к окну, а табличка висит на двери. Обычно медведи спят до весны, но пришлось использовать до лета, потому что надо сюжет вперед двигать. Вот ты на, лето, не знаешь. Ворона может писать киногрехи. Извините, конечно, что придираюсь к визуальному стилю, но... Колеса. Поезд едет без питания от проводов, потому что их тут тупо нет. Это было летом, летом. Это было знойным летом. Песня про лето из радио играет всего несколько секунд, чтобы напомнить деду про лето, а потом сразу же сменяется на обычный саундтрек. Дергать пожилых людей за бороды невежливо, знаете ли. Дедушка, а ты к нам летом придешь? То есть в прошлые разы такого не было, а вспомнили об этом только сейчас? Палец зеленый? Палец не зеленый. Забавно, конечно, но почему его рот-то в краске измазан? Он что, ее ел? Я его не осуждаю, но это же вредно. А спит он тоже на снегу, накрывшись шубой? Деда, ты бы хоть матрас какой-нибудь там себе положил, что ли? Если это все сон, это не значит, что вы можете лениться и не рисовать, как этот мужик выходит из грузовика. И не значит, что вы не можете заканчивать цикл анимации детей, ведущих хоровод. Ничего себе, у него печка высокая. Как он на нее залезает-то? Есть тут, не знаю, лестница какая-нибудь? Если сейчас в день не светит солнце, почему у вас небо такое черное? Вы не могли просто подложить под слой анимации лист цветной бумаги? Если тебе жарко, то просто сними шубу и шапку. Вообще, если машина скорой помощи приехала, то она обязана остаться на месте происшествия. Клишированная доктор постоянно носит с собой стетоскоп. Причем он почему-то его носит буквально на ушах. Причем этот стетоскоп имеет неправильную конструкцию. Акустическая головка должна сначала быть соединена со специальной звукопроводящей трубкой, а потом с оголовьем. Диапазон шкалы ртутного термометра обычно ограничен 35 градусами, но совсем не нулем. Его совершенно необходимо отправить на север. Или просто охладить его. Одно эскимо оказалось в фольге, хотя все остальные были без фольги. Ну нет, ребят, возить тележки подобным образом это очень опасно. И так кататься тоже опасно. Только что в городе было полно машин, сейчас же их тут совсем нет. Не думаю, что эта птичка долго проживет. Отпустите птичку, изверги! Хотите, я вам песенку спою? Значит так. Как дальше? Тьфу ты, забыл слова.